Приветствую вас, дорогие друзья! Спасибо, что заходите на мой канал. Сегодня мы продолжаем говорить о том, что закончилось у меня из косметики, уходовой, а также декоративной. Мы говорим о том, что съела моя кожа за лето. Она у меня какая-то прожорливая. Ну, то есть, в общем, я сама не худенькая, прям так скажем. И кожа тоже кушает неплохо. Средств довольно много, все они очень разные. Есть и фавориты, есть и разочарования. Поехали! Это термальная вода La Fontaine, французская компания All Skin Types. Для всех типов кожи бобитая, потасканная бутылочка. Ну, в общем-то, белые матовые бутылки это не очень практично, поскольку такие именно средства в основном летом девушки носят с собой. Ну, что, она была удобной. В целом, водичка была неплохая. Приобретала я ее в аптеке по очень большой скидке, что-то в районе 50 или 60%. И стоила она с этой скидкой 350, что ли, рублей. Вот как-то так. То есть, в общем, косметика не дешевая. За полную цену, конечно, не куплю. Термальных вот много, на всех хватит, существует. И не менее достойны аналоги за небольшую цену. Закончился тоник. Как вы видите, я его очень люблю. Это средство от Green Mama, успокаивающий тоник. Здесь морские водоросли. Очень хорошие, легкие. Я сюда добавляю всякие секретики свои, какие вы можете посмотреть в моих аптечных, не только уходах. В общем, все то, что необходимо для возрастной уже кожи 40+. Ну, и также для того, чтобы снять какое-то раздражение, воспаление. Вещь хорошая, 300 мл. Вещь недорогая, но сейчас у меня довольно много других тоников. В основном корейские и люксовые, кстати, тоже есть. Поэтому пока покупать его не будут, но как только что-то закончится, обязательно приобрету его снова. Закончились вот такие вот патчи под глаза. Одни я покупала в компании L'Etoile. Это Bon Voyage, ажиотаж называется. Это, соответственно, такие вот налепочки под глаз. Они довольно удобного размера, к сожалению, не остались у меня, плохо разглаживают. Они прекрасно держатся под глазом за счет того, что они на клее. То есть они не сползают, в отличие от гидрофильных и различных марлевых таких патчей. В принципе, они недорогие. Я думаю, что действительно вояж именно, в поездку их можно брать. И, соответственно, если у меня закончатся мои гидрофильные патчи, ну, вряд ли они закончатся, потому что я знаю, как продлить им жизнь. Посмотрите, пожалуйста, у меня есть такие ролики, кому это интересно. Они у меня живут уже, я не знаю, даже, наверное, года два одна и та же банка. Вот. В принципе, неплохая вещь для тех, кто ищет что-то и не пробовал гидрофильные средства с гиалуроном. В принципе, неплохо. И вторая патчечка патчей это... Вторая патчечка патчей получилась короговорка для моих учеников, ведущих, которые должны очень четко проговаривать все для того, чтобы работать на телевидении. Так, хорошо, Nanoderm. Давайте объясню, почему это оказалось полным разочарованием. И даже вот последняя штучка у меня осталась, я уже не стала наклеивать эти патчи. Давайте объясню, почему. Значит, называется это 45+, увлажнение, энергетик, подтяжка. Что они из себя представляли? По две склеенные, вот такие вот полосочки под глаза лежат, они вот в таком пакетике, и там, соответственно, жидкость. Ну, в составе там глицерин, как всегда, чуть-чуть гиалуроновой кислоты и какие-то натуральные экстракты. В принципе, состав неплохой, да. Но вот эти вот патчи, они очень рифленые, они такие структурные, видите? Они оставляют, внимание, рисунок под глазами. То есть, для тех, кто хочет сделать татуаж, пожалуйста. Но у меня-то как раз было желание разгладить кожу под глазами, чтобы на нее ровно, идеально лег макияж. Но, к сожалению, они такой услуги не оказывают, хотя стоят недешево. Странно, что производитель совершенно не подумал о самом эффекте, который будут оказывать эти патчи. Эффект называется ровно наоборот. К сожалению, нет и вам не советую. Закончился у меня замечательный-замечательный Котт-Три гель-крем. Максимальное увлажнение, лифтинг и Ай-Ти-Эйч с кофеином. И здесь масса-масса всего полезного. Про эту косметику Ви Косметикс у меня есть целый ролик. Я рассказывала вам об этой косметике в своем уходе. И у меня еще несколько средств есть. И я очень благодарна компании Ви Косметикс, которая обратила внимание неожиданно на мои ролики. Видимо, маркетинговый отдел хороший. Каким-то образом они мониторят, нашли мои ролики. Было очень приятно с их стороны узнать, что они мне выслали какую-то посылочку с четырьмя средствами. И даже их косметолог направила мне письмо с рекомендациями. Посылку пока еще не получила. Качественные, очень качественные средства. С бомбическими просто составами, простите за такое выражение. Они чуть-чуть все такие липковатые. Это натуральная косметика, которую нужно хранить в холодильнике. Вещь замечательная. Аналогов с такой же супер бюджетной ценой в районе до 300 рублей. Я не вижу зарубежной, например, косметики. Это отечественная косметика, новосибирские разработки. Горжусь Россией, горжусь тобой. Вот так. Да, тут был комментарий. Я слишком вежливая и очень много улыбаюсь. Друзья, радуйтесь, что я вежливая и много улыбаюсь. Много ли вокруг вас таких людей, которые будут поднимать вам настроение? Так что уж извините, но буду улыбаться дальше. Так, закончилась замечательная, волшебная сыворотка, которая отбелила мне просто все пигментные пятна. Ребята, ну я буду петь дифирам в этой сыворотке. Банка огромная, 120 мл. Сыворотка очень концентрированная. Компания, это корейская, называется она Ли О Эль. Сама сыворотка, называется Слоник. Представляете, такое название классное? Ну не знаю, может быть, так вот похоже как-то на Слоника, даже не знаю. В общем, я показывала вам ее в своем уходе, вечернем, насколько я помню, уходе, поэтапном таком, да? Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Состав у нее замечательный, там очень много всяких питательных, питательных, отбеливающих компонентов. И это whitening, а антириккл, то есть от морщин и отбеливания. Действительно, она работает. При таком объеме, стоимость ее в районе 1000 рублей, это замечательно, я считаю. Сыворотки 30 мл стоят по 5-6 тысяч с таким составом. Так что очень вам рекомендую, кто увидит, берите, даже не сомневайтесь, никаких аллергий нет, хотя у меня довольно чувствительная кожа, аллергичная, как вы уже, наверное, поняли, да? У меня были отрицательные. В прошлом видео о пустых баночках, о том, что съела моя кожа, отзывы о кремах. Замечательно, так легко разносится, очень экономно. Я пользовалась ей, пользовалась, пользовалась. Уже думала, ну все, наверное, она останется со мной навсегда. Нет, к сожалению, закончилась. Вот так, друзья, очень советую. Друзья, друзья, тема ухода. Закончился у меня крем под глаза, черный жемчуг. Это крем-сыворотка для век, активное омоложение кожи, одобрено офтальмологами, дерматологами, 56+. Пусть не пугает вас такая цифра, да, 56+, мне 43 года, но я не обращаю внимания вот на такие вот, да, циферки. Очень бюджетные, друзья. И там поэтому не может быть супердорогих, очень действенных компонентов, каких-то суперподтягивающих и так далее. Легкое увлажнение. Почему я покупаю такие кремы? Хотя у меня есть дорогие довольно, да, и у меня есть сыворотки и так далее. Я посещаю фитнес-клуб, и потом захожу в сауну. И я все снимаю полностью потом с лица, правильно умываюсь. Кстати, обязательно нужно как-нибудь сделать ролик о том, какими средствами я пользуюсь. Напишите мне, пожалуйста, если вам это интересно, потому что я такой заядлый любитель сауны, и у меня есть свои секретики. Это средство я просто брала с собой, наносила так слегка, да, вокруг глаз, немножечко на мимические морщинки, где-то, где они могут сложиться. Слава Богу, у меня их нет. Я делаю специальную гимнастику. Кому интересно, посмотрите, какой. Оставляю вам, кстати, всегда все ссылочки наверху под восклицательным знаком. Там ссылки лично от меня о параллельных темах. Таких штучек у меня довольно много обычно бывает. Если я их покупаю, покупаю штучки две, ношу их с собой. Чтобы вытащить все остатки, как видите, я их даже разрезаю. В принципе, вещи неплохие. То есть не бойтесь, если вы увидите вот такие вот кремчики 56+, 105+, не бойтесь, берите, это просто хорошее увлажнение. Так, дальше у нас с вами две сыворотки. Это сыворотка от By Eco Laboratories, то есть от Ecolab. Так, сыворотка, это сыворотка в масле для лица, шеи и зоны декольте. Это натуральная косметика. Здесь органическое масло ЖЖБА, экстракт зеленого кофе. Органический комплекс зеленого кофе, что очень хорошо. Оно тонизирует, безусловно, кожу. Эффекта очень большого, вот такого, как от Leo L, да, от слоника, вот этого я не заметила. Здесь неплохой объем, здесь 50 мл стоимость, что-то в районе 200 или 300 рублей. Вот как-то так, очень такая бюджетная. Она с такой пипеткой, вот. Но стекло правильное, да, но если их сравнивать, вот эти две, я большого результата от нее не увидела. Да, неплохое увлажнение. Для тех, у кого нет никаких проблем с кожей, чтобы с чего-то начать, с каких-то сывороток, если вы никогда не пользовались сыворотками, попробуйте вот это. То есть, это легкое, на это нет тоже аллергии никакой. Это неплохо, неплохо. Но это, конечно, вещь потрясающая. И теперь хочу поговорить о витамине С, который я использовала все лето. Солнечные лучи довольно активные, и кислотами пользоваться нельзя, чтобы не схватить пигментные пятна. А витамина С можно, и это антиоксидант. Это сыворотка от Jason, хипер-С сером. В принципе, он в довольно правильной упаковке. Хорошо бы, конечно, совсем темно. Вся косметика Jason, вот такая вот натуральная, очень сильно обогащенная витаминами, маслами, представлена на iHerb полностью. Поэтому обязательно оставляю вам ссылочки и скидку на iHerb. 5% постоянную. Код скидки оставляю также в описании. Кто интересуется, может себе вот такие вот вещи заказать. Что она дает? Потрясающий цвет лица, друзья. Сейчас я уже заказала другое, и в своем видео, которое вот недавно вышло, о новинках осенних с iHerb, я показала вам это средство. Посмотрите, кому интересно. Этим средством я была очень довольна. Она очень сильно концентрирована, у нее довольно странный запах. Вы должны об этом знать. Витамин С странно пахнет. В принципе, все антиоксиданты имеют довольно странноватый запах. Этот очень кислый запах имеет. Но при всем при этом он быстро очень улетучивается. Дает прекрасное ощущение такой свежести. Дает ощущение, что кожа, как ни странно, увлажнена прекрасно. И очень хорошо осветляет кожу. Оба эти средства помогли мне избавиться полностью от всех пигментных пятен. Постоянно приобретаю бюджетное средство двухфазное для снятия макияжа с глаз. L'Oreal двухфазное и Nivea. Кто страдает чувствительностью глазок, у меня тоже чувствительные глаза. Да, эти средства можно приобретать. Они легко снимают, растворяют любую тушь, даже очень водостойкую. Покупала и буду покупать эти средства. Хотя сейчас у меня люксовые средства. По качеству абсолютно они не уступают люксовым. Тоник комплимент, но проблем, с маслом чайного дерева. Да, я делаю такие тоники сама. Будет интересно, я также расскажу обязательно вам. Но тут прям уж очень захотелось. Такой легкий тоник, у него не навязчивый такой аромат, насколько я помню. Да, не тяжелый такой, свеженький какой-то, то ли яблочко, то ли что-то такое. В общем, для чего нужны тоники? Это этап после умывания, это тонизирование и это восстановление 2H-баланса. Со своей задачей справлялся прекрасно. Снимал раздражение, что, собственно, еще мы хотим от тоника. Кинула его просто в корзину при покупке продуктов и каких-то хозяйственных вещей в магазине утконос, честно говоря. И ни разу не пожалела. Очень вам рекомендую. Закончилась у нас вот такая вот масочка. Почему говорю у нас? Потому что мы с дочкой используем вот такие вот маски. Ну, у меня сейчас очень короткие волосы. Для тех, кто давно смотрит мои видео, вы знаете, почему я такую короткую стрижку сделала. Она была еще короче. Ну, в общем, это был жест поддержки человека, который проходил химиотерапию. Сейчас я заново отращиваю волосы. Слава Богу, все хорошо, человек выздоравливает. Но вот такие вот средства. Я очень любила, когда у меня были довольно длинные кудрявые волосы. И сейчас мне они очень нравятся. А волосы такие после них шелковистые. Это томатная... Томатная паста, хотела сказать. Это томатная маска. Маска-паста. Производитель Organic Kitchen. У меня много таких средств. Я купила их сразу несколько. И большую упаковку купила для дочки. У нее очень длинные волосы. Коса ниже пояса. Соответственно, представляете себе, какой длинный волосы. Чтобы их расчесать, обязательно нужно пользоваться вот такими вот штучками. Все средства, которые мне нравятся, я разрезаю до конца, вынимаю. В принципе, вещь хорошая. Кто ищет какую-то такую хорошую добротную масочку, которая не будет утяжелять, кстати, волосы, но при этом они будут очень хорошо расчесываться. И не будет статики на волосах. Но при этом они будут отлично расчесываться. Вот это вам сюда. Еще одно замечательное средство для волос. Несколько раз вам его показывала. Это понтин прави, мгновенный объем, спрей, дополнительный объем для тонких волос. Сохраняет объем и без утяжеления. Это несмываемое средство в связи с тем, что оно состоит из крахмалистых соединений. Безопасное средство. Действительно, его можно не смывать абсолютно, если вы комфортно себя чувствуете с довольно такими плотными, как бы такие густые, становятся плотные такие волосы, которые легко укладываются в какие-то прически. В принципе, очень удобный, кстати, спрей у него такой вот. Помпа очень удобная. Она не сломалась до самого конца. Он довольно долго мне служил. В принципе, очень сильную фиксацию дает, что, собственно, мне и было нужно. Вещь хорошая. Ничего лучше его я пока не обнаружила. Хотя сейчас я приобрела на замену 3 разных средства от разных производителей. Я бы пыталась найти что-то более бюджетное. Но, в принципе, он и так недорогой. 200 с небольшим он стоит. Объем здесь довольно большой. 150 мл. Нужно его всего 2. Ну, может быть, 3 пшика на все волосы. Для того, чтобы убрать какие-то кудряшки, которые стоят дыбы в разные стороны. Вышли из душа и, например, не сушили волосы феном. Я стараюсь не сушить волосы феном, да, чтобы их как-то так вот больше взбить. И чтобы они ровнее лежали. Вот это средство очень подходит для таких случаев. Для тех, кто не сушит феном и не делает специальную укладку, накрутку какую-то. Очень естественный такой вид. Я думаю, что как только те средства, которые я приобрела, ему на замену закончатся, я обязательно вернусь к нему. Абсолютное разочарование. Это вот такой вот Creative Look. Taft Looks. Это Шварцкопф. Ужасный гель для волос. Creative Look называется. Вот такой вот он. Он здесь практически полный. Он, кстати, сам по себе испаряется. Почему-то, не знаю почему-то, или коробка какая-то неправильная. Пахнет вот только очень вкусно. Все. Больше он не делает вообще ничего. Честно говоря, приобретала его для того, чтобы как раз вот придать какую-то форму, да, волосам, чтобы его не было видно. Все остальные гели были такие железобетонные. Было очень сильно видно. Я хотела что-то такое невидимое. Какое-то легкое невидимое закрепление. У меня еще были тогда вот такие вот длинные волосы. У меня кудрявые волосы. И я хотела, чтобы, знаете, вот так кудряшечки лежали. Не в разные стороны летали, а так красиво, ровненько лежали. Получались какие-то жуткие сосульки. К тому же он жутко липкий. Вот сейчас даже коробка почему-то липкая, не понимаю, то ли он вытекает откуда-то, не знаю. В общем, ужасная вещь. Очень не советую вам. Он не застывает вообще. Даже пробовала им фиксировать брови. Тоже ничего не получается. Он размазывается по коже. В общем, что-то там не додумали. В шварцкопф, либо я не понимаю, как им нужно пользоваться. Следующее, что я хотела бы обязательно вам показать, чтобы вы обратили на это внимание, это вот такие вот Healthy Oranges Natural. Это пробиотики, это бактерии в правильных таких капсулках. Заказываю я их на iHerb. Это замечательная вещь, которая помогла нам всем, всей семье справиться с дисбактериозом, который у нас случился в связи с тем, что мы болели каким-то то ли кишечным гриппом. Ну, в общем, что-то было жуткое, заразное. Все было очень плохо, с высокой температурой. Серия представлена на iHerb. Обратите на них внимание. Еще одна покупочка с iHerb. И на сегодня это последнее средство, которое я вам хочу показать. Вы будете удивлены, но как вы думаете, что это? Что это? Это жвачки. Это жвачки потрясающие, которые наполнены корицей. Она, конечно, жжется немножечко, да? Но это написано better than a toothbrush. То есть это лучше, чем щетка зубная. Да, действительно, это так. То есть у меня даже дочка просила, мужу давала. Он, конечно, говорил, ой, я как огнедышащий дракон. Так кажется, что так, хоть сделаешь, и такое пламя вырвется. Да, действительно, они такие сильные довольно, но они не обжигающие. Ну, пощипывают. Вот знаете, такое ощущение, наверное, вы испытывали, если вы использовали такие пламп, такие помадки, которые увеличивают объем губ. Да, вот они тоже делаются с корицей. Вот такое ощущение покалывания. Вот такое же ощущение покалывания на языке, но потом он удаляет абсолютно все неприятные запахи изо рта. Хорошо тем, кто курит, тоже убирает эти запахи неприятные. И он смешан с мятой, такой легкой-легкой мятой. Очень долгий вкус, совершенно шикарный, очень недорого они стоят. Я вам скажу, сколько тут, их 50 штук тут, представляете? То есть это очень выгодно. Sugar-free, ну, то есть без сахара. Что ж, на этом все. Довольно много было продуктов, да, они все были очень разные. Надеюсь, эти видео помогают вам правильный выбор сделать. Хотя, конечно, у всех кожа разная, конечно, организмы у всех разные. На то, что у меня может быть аллергия, у вас может совсем и не быть. Принимайте решение сами. Я хотела быть для вас полезной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!